шкив снят теперь нам что теперь нам необходимо снимать подушку вот эту вот подушку сверху покажу вот она для этого нам нужно подпилить двигатель сейчас я вам покажу как я это сделал приготовил я домкрат и вот сюда под поддон ставлю домкрат ставлю вот такой вот упорчик уже сломанная но ничего она будет держать двигатель не такой тяжелый тяжелый тем более он держится на трех подушках не главное его подпили чтобы он не упал вниз теперь идут спокойно наверх и откручиваю саму подушку для откручивания подушки нам необходимо иметь два ключа на 14 по-моему на 17 сюда не крутить берем ключ сначала на 14 отворачиваем немножко будет мешать шланг гидроусилитель болты длинные поэтому берем шуруповер видите какой болт длинный второй это уже немножко покороче значительно причем на 14 закончились берем 18 ого затянут так затянут надо помощнее вороток по длине и вот так так что-то как-то мне не нравится что он не держится болтаться начала вот не должна она так получается на одном болтике держалась вот смотрите держится держится а 3 гайки нету не держится надо участвовать эти две открутить улетел я его достану и пытаемся снять ну вот немножко подшевелили и подушка вместе с креплением вылазит да вот этот шланг значительно мешает шланг от гидро от гидро чат вот она одна половинка видите два болта были не завернуты вот они грязные только на одном болте держалась и сверху вместо трех то есть к самому двигателю вместо трех один болт и к подаю подушка сама крепление к кузов вместо трех два болта вот этот болт он даже не завернуты вот это был завернуты гайка что ты будешь делать мешать на сторонку пока и и такая вот она подушка что мы имеем в итоге а в итоге вот освободилась у нас этот кронштейн туда вот тоже неудобно его залазить будет но надо будет снять потому что крышки я не сниму если не сниму кронштейн этот чтобы туда подлезть надо немножко либо поднять либо опустить двигатель сейчас будем пробовать вот эти болтики этого кронштейна тут прям вы на вытянутых пальцах только рука только-только будет пролазить ну придется повытребоваться что делать вот эту вот скобочку опа так будем сейчас потихоньку пробовать срывать головка на 14 этим не могу сорвать вороточек как раз подлез только вот таким вот мощным воротком один так здесь вот второй болт короче три болта вот так надо сорвать все три болта сорваны вот один я уже начал откручивать один идет легко от руки не принципе все должны идти легко но просто когда два открутишь на третий будет нависать этот сам кронштейн и немного подклинивать поэтому откручиваю пока один дальше дальше посмотрим опа вот он болтик при откручивании вот этих болтов хороши любые средства сейчас вот я два вернул один все-таки возьму домкратом приподниму двигатель может полегче подлезу опачки так может и сломаться посмотрим на всякий случай попробую то вдруг сломается то деревяшка опасно конечно опасно опасно не рукой так не подлезть более страшно ну вот открутил я три болта теперь этот кронштейн знаю откуда лучше вытащить сейчас пойду наверх возможно еще приподниму двигатель потому что я уже его пустил чтобы попробовать вот он вот он кронштейн вот они эти три болта подлезть к ним вообще не реально вот так вот здесь вот с этой стороны стоит пластиковый кожух с этой стороны кузов и вот так пальцами и вот так надо крутить и одновременно подшевеливать круче говоря поматерился это это у меня есть опыт когда я первый раз откручивал это было нечто видите 22 вот этих они вообще не были закручены теперь откручиваем вот эти вот болтики 1 2 3 ну и там по моему штук 8 и снимаем кожух добираемся до ремня горе вот так вот с той стороны они даже не прикручены то есть не прикручены были два болтика вот такие дела сам ремень горем ремень горем не знаю немножко под растянут конечно так вроде неплохое состояние откручиваем нижнюю крышку это уже снизу так здесь у нас 1 2 3 4 5 5 болтиков болты откручены пять штук все снимаем нижнюю крышку ну здесь у нас все в масле как следовало ожидать то есть скорее всего масло бежит из-под сальника вот здесь один здесь вот еще ну здесь масляный насос привод масляного насоса сальник вроде нормально скорее всего отсюда бежит ну вот так вот примерно вот так выглядит ремень грэм 3s ff и тойота камри здесь видите как чистенько так вот там натяжной ролик вот это обводной ролик вот это масляный насос а вот там помпа это коленвал это тот же самый ремень только вид сверху вот так вот видите чтобы нам его снять сейчас откручиваем натяжной ролик так прежде чем открутить что-то я думаю надо поставить верхнюю мертвую точку посмотреть перед тем как поставить верхнюю мертвую точку где все такая шайбочка есть опа она под шпонку видите это для того чтобы как служит буртиком что при мне не соскакивал шестерни потому что сразу за шайбы начинается пластиковый кожух я его кладу шкиву так и теперь и теперь по идее здесь должны быть конечно метки но бывает что метки стоят в разных местах но исходя из своего опыта я знаю что метка метка то есть метка а вот это вот шпонка должна быть вертикально вверх повернута ну и чтобы проконтролировать я наверное выкручу свечку первого цилиндра и выведу цилиндр в верхнюю мертвую точку так выкручиваем первый цилиндр свечку знаете чем неудобны эти движки в ремонте они наклонены назад по отношению к двигателю здесь вот такое пространство то есть капот офигенный и загибаешься так доставать свечку можно разными способами но я привык вот так вот так вот она свечка наша теперь ставлю какую-либо проволоку или вот у меня есть этот спица сейчас я буду крутить за коленвал закручу болт и спица будет вот так потихоньку потихоньку вылазить и когда она вылезет в верхнюю мертвую точку то есть уже когда что такое когда она будет выше не пойдет это у нас будет верхняя мертвая точка сейчас все увидеть крутим по часовой стрелке то есть как работает двигатель у нас вот он пошел смотрим теперь на спицу видите спица пошла вверх так пока идет вот вот здесь она больше идти перестает теперь смотрим на шкив вот видите шкив вот эта вот шпунка смотрит практически вертикально наверх вот я увидел метку сразу сейчас я вам спицей покажу вот она вот метка вот она маленькая метюлечка вот она вот она и вот здесь метка на отливе масляного насоса вот это все корпус масляного насоса вот на отливе вот здесь вот вот они совпали у меня вот это верхняя мертвая точка все теперь я знаю где верхняя мертвая точка Можно еще и мазнуть Мазнуть это уже, знаете, на любителе Обычно я не мажу Для видео Я сейчас все-таки покажу Обыкновенный вот лак для ногтей Так Вот так вот Когда буду искать Хотя я смотрю, мазнул Вот она Вот она Вот сейчас хорошо даже видно Без всякого мазка Не буду я ничего мазать Никогда не мазал, а тут что-то решил помазать Но меня сейчас больше всего интересует Как же у нас стоят распредвалы Распредвалы Почему? Потому что на распредвалах Тоже куча метров бывает Самый первый признак, что все стоит правильно Это поднятые вверх кулачки Кулачки первого цилиндра Немножко уже здесь пыли налетело, конечно Буду все равно головку разбирать Поэтому фиг с ними Вот видите, кулачки вверх Вот тоже кулачки вверх Это абсолютно на всех двигателях Не только на 4С или 3С Просто что у 4С и 3С Видите, кулачки Они как бы в одну сторону повернуты Туда к двигателю Ой, к двигателю, к салону А бывает двигателя, у которых кулачки в разные стороны Один в эту сторону Другой в эту сторону Это зависит от привода шестерни Здесь вот одна шестерня, привод И уже через шестерни распредвалов Вторая шестерня Второй распредвалов приводится в действие Поэтому в одну сторону А если бы здесь было две шестерни привода Ну, вот такие большие То кулачки были бы в разные стороны Ну, примерно так Теперь я точно знаю, как они стоят Теперь смотрим метки Метки Вот, что тут такое Метки на Самом распредвалу Вот так вот положил лампочку Смотрите, вот точка стоит Вот она точка Вот на этой шестерне И вот точка стоит Потому что, видите, вот еще одна точка есть Вот еще одна точка есть Там ниже еще есть точки Поэтому я и выставил Что вот эти две точки Вот две точки Должны совпадать Вот одна зуб Как бы выемка А другая выпуклость Вот одна, вторая Здесь вот другие есть Их тоже можно, конечно, совпать Но когда будем устанавливать сам Сам калин Вот это распредвалы Надо, чтобы совпали именно вот эти две Ну, так Теперь можно спокойненько Спокойненько Снимать ремень ГРМ Что я сейчас и сделаю Вот он, ремень И снимать головку Для того, чтобы снять ремень Нам нужно ослабить Вот этот вот ролик Натяжной ролик Опа! Достаточно Жестко был затянут Отворачиваем И на этом же ролике Есть пружинка Которая его поддерживает Покажу Вот она Вот она пружинка Сейчас я отверну ролик Сниму пружинку И ремень ослабится Чтобы снять пружинку Беру вот такие утики С загнутыми кончиками Вот она Видите пружинка Одну сторону снимаю А вторая остается на ролике Отгибаем Ремень ослаб И легко можно его снимать Эх ты Ух ты Вот так вот Все это дело Видите уже Соскочила Теперь снизу Снизу его Теперь все вытащу Вот он ремень Так На всякий случай Смотрим Как он тут крутился Вроде нормальный Все Ремень снят Видите Пружинка болтается Ремень снят Теперь наша задача Открутить ролики Ну и снимать Снимать вот этот шкив Распредвала Шкив Снять вот этот кожух А потом уже снимать Распредвалы Натяжной ролик В принципе уже откручен Нам его нужно только Сдернуть Вот Он вот на этой вот Штучке Держался Также ключом На 14 Откручиваем Обводной ролик Ух ты Да Надо брать Вороток хороший А то руки сорву Можно было конечно Потянуть Ну Зачем рвать руки Когда можно Спокойненько Вот таким вот Вороточком Вот таким Отличным Оп И сорвал Еще раз Перехватился Оп Все Легко все Открути От руки идет Откручивается Так Чтобы этот болт Не потерялся Я сразу Его на место Потому что Видите Он фасонный Точно такой же Будет найти сложно Вот он Сам ролик Обводной Ролики Ну Ясно что не новые Ну еще более-менее Это обводной А вот это натяжной Видите Он какой натяжной Такой пролить Это именно Вот здесь вот он крепится Вот этой пружинкой Натягивается А болтом Закрепляется Примерно одинаковые ролики То есть Особого шума нету Ну раз уж Разбираем Ставим новые Теперь чтобы раскрутить Шестерню Распредвала Также Головка на 14 Вороток хороший И саму шестерню Конечно Не шестерню Распредвал Надо упереть Во что-то Потому что Сейчас будет крутиться В эту сторону Будет крутиться И Оп Вот так вот Вот так мы Ключ на 24 Действует Шестигранник Специально есть Как на этом Распредвалу Так и на этом Распредвалу А теперь берем Вороток Вот видите Вороток-то уже Не идет Надо укороченную Какую-то головку Есть у меня в наборе Вот такая Видите На 14 укороченная Вот это нормально Это вот укороченная Я ее на токарном станке Проходил Пробуем Так Плохо Но зашла Так Вот он ключ Смотрите Шевелится Ключ шевелится Хочет убежать Да Завернута На совесть На японскую Совесть Наверное Приподниму Сейчас Двигатель Потому что Не могу Сдернуть Вороток Вот этот Патрубок Мешает Приподняли Видите Для чего Еще домкат Нужен Раз И приподнял Ого Да Без вот этого ключа Без вот этого ключа Открутить было бы очень сложно Никакой ремень Ничего бы не выдержало Очень Очень Туго Было затянуть Хотя Пишут Там 40-50 Ньютон Ну 60 Ну тут Явно было Не 50 И не 60 Может прикипела Просто Резьба Так Видите Дальше Дальше Идет От руки Все Сама уже Шестерня Болтается А вот это Нехорошо Потому что Не должна она Не должна она Вот так вот Болтаться Оболтается Она Чаще всего Бывает Вот это Вот гнездо Разбито Или шпонка Там Которая Стоит Вот она Подразбито Ну так Примерно Ладно Снимаем Вот этот Вот кожух А кожух Этот Крепится У нас На 4 Болтика То есть Вот здесь Вот Раз Два Три И вот здесь Четыре Легко Ключиком На 10 Легко Вот это Немножко Слышали Щелкнул И вот этот Этот Совсем Легко Ну все Отворачиваем Открутил я Все 4 Болтика Хоп Вот так вот Кожух Видите Как снялся Внутренний Металлический Все это Надо будет Мыть Убирать Здесь Вот придется Вот эти Вот видите Грязные Вот эти Отвернуть Два И здесь Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Девять Ну короче говоря Десять Здесь И здесь На этом Распредвалу Вот эти Вот Распредвалы Хоть они тут И мечены Видите Стрелка стоит В сторону Шкива Распредвала На каждом Стоит стрелка Вот на этом Буква Е На этом Буква Ай Например Е1 И1 Или Ай1 И так далее 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Только с разными буквами Вот Поэтому все равно И складывать Как-то Аккуратненько Ну На всякий случай Грю метки Вот эти есть Сейчас надо Убрать Вот эту вот Штуку Как говорится Сразу беру Хороший вороток А вот здесь Видите Головка Не подходит Поэтому Надо высокую головку Или Головку Саму по себе Поменьше Чтобы она Вот этим местом Вот этим вот местом Не цепляла Колодец Свечной Вот Ну Будем делать Сейчас Все что мог Хорошим воротком Сорвал В смысле Длинным Теперь вот Такой Видите Узенькая Головка Теперь она Не цепляет Колодец Вот таким воротком Конечно Потяжелее Чем тем длинным Но тем не менее Сорвал Теперь что делаем Теперь откручиваем В первую очередь Вот эту А потом Вот видите Кулачки подняты Значит Вот где подняты Кулачки Вот этот То есть Первый цилиндр Длиннее Не первый цилиндр А возле первого цилиндра Колодца Вот Вот этот откручиваем Возле второго цилиндра Откручиваем Кулачки подняты Вот здесь видите Третий опущенный И четвертый Внизу То есть Вот эти Два Надо равномерно Потому что На них будут давить Эти Клапанные пружины И здесь Точно так же Вот этот Вот Немножко Приопущенный Вот поднятый Надо вперед Вот этого А вот эти два Вместе Для ускорения Взял шуруповерт Но надо быть осторожным Если вдруг Головка упадет Может провалиться Хотя у меня ни разу не было Может провалиться В поддон Вот видели Последний Когда откручивал Распределивал Чуть-чуть Приподнялся Это его Даванули пружины Но тут Удачно он лежит То есть они Не совсем Вертикально Вот эти Кулачки Они как бы Немножко сюда И сюда Поэтому поднялся Незначительно Теперь чтобы Вот это все снимать Я специальное место У меня есть И я все это Аккуратно Выкладываю Чтобы не перепутать Потом Ну Я перепутать Навряд ли перепутаю Но чтобы не искать Вот этим номером Вот для людей Которые Как бы не совсем опытные Лучше конечно Брать по одному И складывать У меня вот есть Вот от холодильника Вот такая штука Всегда я ей пользуюсь И вот например Начинаю укладывать Вот здесь у меня будет Как бы распредвал Это выпускной клапан Следующую Не переворачиваю Ничего Все по стрелочкам Видите 1, 2 Вот так вот Я их сложил Еще раз 1, 2, 3, 4 А тут такая Огромная стрелка Е Видите Везде Е Цифра Е, Е, Е Е1, Е2, Е3 Вот Ну а вот сам распредвал Выпускной Раз И легко взялся Кладу его туда же Вот так вот его кладу Аккуратненько рядом Чтоб понятно было Что это отсюда Вот так вот Как-то можно Чтоб меньше катался То же самое Сейчас сделаю Ту же процедуру С другим распредвалом Все Весь распредвал освободил Осталось последний Опа А вот последний Он одевается не просто На болтиках Закручивается А там еще Направляющие Такие трубки Поэтому Немножечко Немножечко Надо будет Его как бы Помочь ему Вот так вот Подковырнуть Что ли Может даже Может даже Вот здесь сверху Видите Вот этот шов Вот он шов Может быть Вот здесь сверху Сейчас Немножечко Чем-то ударю Вот видите Ударил Появилась щелка Вот эту щелку Сейчас мы Постараемся Отверточку Оп Оп Все 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 Это дело Снимаем Вместе с распредвалом И Кладем Вот сюда Вот Вот сюда Так Так что ли положить Вот он Я ее пока не чищу Ничего Кладу сюда Это сюда Сюда Все Примерно вот так Это старый сальник Примерно вот так Ну все Теперь наша задача Откручивать Вон те Вон Видите Головки болтов Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять штук Откручивание Это тоже процедура Такая Знаете Интересно Потому что Закручивается Прижимается Всегда От середины А откручивается Наоборот В обратном порядке Отворачиваем Эти Болты Вороток Как можно меньше Ну Совсем коротким Я не попаду Вот Не надо такой Высокий брать Вот Сжать хорошо Сюда надо обязательно Чтоб он не соскочил Чуть-чуть приотпускаем Опа Есть Крест на отрест Есть Эту сторону Есть Эту сторону Есть И пошли В следующую Ну я градусов на 45 Поворачиваю Для чего это нужно? Это нужно для того Чтобы При отворачивании Головку не повело Головку блока цилиндров Вот это ключ Видите 16-гранная головка На 12 Отлично подходит Стандартная головка От инструмента Я имею в виду Диаметр Все входит Все Работает Ну и Отворачиваем До конца Бояться не надо Она Вовнутрь никак не попадет Это я за маленькую переживал Все Отворачиваем Тут я даже могу Уже взять Опять шуруповерт Чтобы быстрее было Потому что Отворачивать Вручную Долговато Ракурс Неправильнее Потому что Потому что Длинная машина Сбоку кручу Да еще Заваленная Все Все болты Откручены Теперь надо Их Вытащить Вытаскиваю Их Тоже Не просто Так Например Одного болта Покажу Беру Раз Вытащил И там Сжимаю Вот так Вот пинцет А ну здесь Вот шайба Осталась Видите Вот она Шайбочка Осталась А то обычно Остаются Там внутри Вот как на этом Например Вот вытащил Пинцет Вот Вот она Шайба Ну и так далее Ну и перед тем Как снимать головку Забыл я Совсем Про масло Масло все-таки Надо слить Потому что Начну снимать головку Тасол может попасть Пока она еще там Как бы сказать Прикипевшая Вот И так же Ставлю тазик Чистенький Почистил его Открываю Открываю Не так-то просто Открываю Откручиваю Открываю Конечно Масло может Хлынуть мне В рукав А мне Не хотелось бы Это Хоп Вот оно Масло Пусть бежит Я бы конечно Его поменял Вот такая вот Пробочка В виде Болт-пробка Прокладка Естественно Здесь под ним Под шляпкой Шляпка широкая Все Масло Слили Теперь Заворачиваем Назад пробку Во-первых Чтобы не потерялась Конечно же Убираем Масло Ну и все Теперь можно Я думаю Спокойно Снимать головку Для этого Подмывает Мне еще Открутить Один болтик Это слитье Тасола С блока цилиндров Вон там Болтик Это Болт Который Глушит Пробку Или как Даже не болт А пробка Болт-пробка Который глушит Отверстие С которого Снимается Тасол Из блока цилиндров Вот я Показывал Как я сливал Тасол Из радиатора А вот как Из блока цилиндров Не показывал Вон видите Под головку Сочится Сочится Тасол Значит Он сейчас Побежит Ключ Одел Ну и пробку Поворачивать Не идет Зараза Вороток Надо Ну что Снимаем Здесь Немножко Я Сейчас Поддену Оп Видите Как Все А там Закапал Тасол Надо было Слить Остатки Еще через Блок Там Есть Пробка Внизу Я Покажу Попозже Чуть Вот Что-то Там Еще Держит Не могу Понять Не Могу Понять Что Еще Может Держать Вроде Вроде Все Освободил Вроде Все Освободил Вот Про Тут Болтик Забыл Я Это Болтик Вон Который Крепит Патрубок Зараза Как же Я про Нем Мог Забыть Так Бывает Что Ж Так Грязи Потому Что Открутил Вернее Не открутил Сорвал Этот Болт Теперь Кручу Потому Что Очень Неудобно Надо Было Его Сразу Крутить Когда Головка Старела Я бы Конечно Тогда Воротком Попадаются Такие Болт Открутил Так Он у меня Улетел Вниз В яму Но потом Достану Ладно Вот она Головочка Наша Сейчас Я ее Поставлю На Постамент Вот Вот Такая Головка Это Со стороны Шкива Это Выпускной Коллектор Это Где тройник У нас идет Четверник Трамблер Здесь Впускной Коллектор И Форсунки Вот они Форсунки То есть Форсунки Не в выпускном Коллекторе А в самой Головки Вставляется Поэтому Их По-любому Надо будет Снимать Сейчас Надо не забыть Сюда Закрутить Болты Которые Я откручивал В пускной Коллектор Чтобы не Потерялись Ну и все И будем Заниматься Головкой А вот Вид Блока Цилиндров Без Головки Вот видите Как я подводил Поршня Вверх Сюда Попал Тасол Естественно Надо его Промочить Убрать А то Немножко Цилиндры Могут Подржаветь Прокладку Уже Здесь Скорее всего Меняли Это Неродная Прокладка Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует